Всем привет! Я Даша Ключ. Сегодня я вам покажу, что я заказала на сайте Joom. Продолжение моей любимой рубрики. Сегодня будет обзор не косметики, а просто всего, чего только можно. Одежды, побрякушек. Вот весь пластик, который мне пришел. До свидания, пока. Нет. Сегодня мы будем их обзирать моим любимым способом. Буду я немного подглядывать в приложение, с которого, собственно, и заказывала все вещи, чтобы смотреть на цены, сколько это все стоит. Будем анализировать, нужно, не нужно, зачем. Называется Занзе. Вот тут даже на всех пакетиках это написано. Я хочу начать с маленькой штуки, которую я уже подглядела, скажу честно. Это гирлянды вместе с прищепками для того, чтобы как-то красиво развесить и повесить свои полароиды. Повесить свои любые фотки. Не обязательно. Это должны быть полароиды, бумажки, записки. И она просто на батарейках. Это, мне кажется, здорово, потому что подошел, включил. Не нужно, чтобы это было всегда у розетки. Наверное, я это сейчас пойду повешаю. Так, эксперимент. Экспериармус. Кто-то уже начал смотреть Гарри Поттера, скажите мне. Думаю, найду и другое место, но пока пусть повисит там. Новый год к нам чится. Напишите в комментах, хотите вы елочку новогоднюю от меня, как я собираю, или нет. Я просто хочу точно взять себе новогоднюю елку, натуральную. Не знаю, во-первых, где ее взять. Я старалась каждый год хоть маленькую, собранную из веток елочку всегда покупать. В прошлом году у меня была искусственная. Она, кстати, классно смотрелась на видео. И я не хотела делать сбор елки, потому что она искусственная. Я думаю, ну, блин, нафиг она искусственная. Это неинтересно. Переходим дальше. И прям вырывается из пакета уже шелестя футболка беленькая. Нет, не пахнет. Пахнет абсолютно новой футболкой хлопковой. С таким вот принтом голубеньким, с красной помадой девушка стоит. Какая-то азиаточка. Белая футболка всегда хороша для сочетания с другими вещами. Я ее люблю надевать под пиджак, под любой. И принт тут смотрится уместно, потому что есть голубые вкрапления в пиджаке. Она стоила 683 рубля. Вполне адекватная цена за футболку с тем принтом, который вы захотите и который вы нашли. Потому что не всегда в масс-маркете можно найти тот принт, который не носит каждая вторая. Я выбирала по тем критериям, чтобы тут были длинные рукава. Мне очень нравится, когда рукава длинные, их можно либо закатать, либо чтобы они свисали так по-раперовски, по-рэперски, по-рэперски. Ну вот, теперь я все в белом. Как вам? Вполне неплохо смотрится. Мне нравится, что она полностью из хлопка приятная. Так, что это полосато? Это у меня, по-моему, была рубашка. Я хочу просто понять, что у меня тут все за полосатые вещи. Это, кстати, штаны, блин. Ну ладно, разберемся сначала с рубашкой. Вот такая вот рубашка. Тут есть даже ценнички. Нифига себе, тут написано Занзе. Да-да, если у вас яркая рубашка с принтом в полоску, то лучше оттенить спокойным пиджаком, либо пальто, серую крапинку, которая будет создавать строгость и не будет выдавать в вас бетлджусы. Эта вещь стоит 888 рублей. И тут написано, что это фаст фэшн. Материал тоже хлопок. Ну, я все время заказываю, исходя из того, что хлопок это или не хлопок. Если нет ничего натурального, то с Китая, к сожалению, очень сложно, чтобы получились какие-то хорошие товары, если в составе их нет ничего натурального. А вот как раз-таки натуральные материалы испортить очень-таки сложно. Рукав немного короткий, как будто бы, видимо, загнутый. Отдельная моя боль это полосатые штаны. У меня их много, я их люблю. И это еще одна моя очередная вещь от Занзе. Полосатые штаны. Мне почему-то кажется, что мне идет полоска. Блин, они классные. Слушайте, материал прикольный. Прям такой опять хлопковый. Спортивный стиль могут дополнить мягкие хлопковые штаны. Они уберут агрессивность образа и добавят огревости. Жесткий такой между тонким денимом, что ли, и хлопком. Вот так. Что прекрасно в джун, так и там есть разделы. Там можно легко найти себе штаны. Ориентироваться по навигации сайта очень удобно. Выбрать одежда для женщин, низ, ну то есть брюки. И просто выбираешь, там пишешь, полоска. И выбираешь те брюки, которые тебе нравятся. Я обязательно пометкой ставлю, чтобы у меня ставил был хлопок. И реально приходит хлопок, чему я безумно прям рада. Я бы их сочетала прям вот с этой вот, наверное, футболкой. Ох, крайне спорная вещь. Я, кстати, давно смотрела на эту штучку. Называется «Пересмотри Гарри Поттера и закажи с психу вот эту штуку». А тут материал уже другой, нежели чем у штанов и рубашки. И она застегивается на вот такие вот интересные пуговицы а-ля узлы. Аутентично. Много можно слов. Эклектика, эклектика. О, это, наверное, мой любимый образ. Я прям надела эту мантию с тем, как я бы сочетала в жизни. То есть спортивные кеды и полосатые брюки. Все, как я люблю. Эклектика, понимаете? Можно много слов подобрать. Тут есть карман. И за 1300 рублей это вообще, ну, прекрасная вещь, мантия. В общем, буду пробовать, буду носить. Ее, конечно же, надо отпарить. Продолжим марафон мусульманских платьев. И это длинное в пол платье. Еще и в полосочку. Кстати, тут вот материал похуже. Ну, вот это, да, такси материал. Ну, для платья, наверное, норм. Но вот это вот, кстати, вот самый худший материал пока, который я трогала. Выглядит прикольно. Особенно сейчас, когда в моде платье Макси, Оверсайз. Непонятно, у кого-то такого силуэта. Не знаю, как меня угораздило заказать столько полосатых вещей. Ну, что поделать, полоска мне идет. Ну, согласитесь. На все эти вещи я оставлю ссылку в описании. Ну, очень хорошо, что тут есть длинная резинка, которая показывает, что у вас хотя бы тонкая кисть. Плюс огромнейший просто. Что это платье, как бы оно там не везлось, оно совершенно не помялось. Это добро стоило 1200 рублей. И если сравнить с мантией, возможно, оно будет лучше сидеть. Но именно по качеству материала оно хуже. У меня уже прям азарт начался открывать тут все. Это, дорогие мои, толстовочка. Да, я люблю толстовки. Я заказала еще одну зеленую толстовку. Вот эта, кстати, очень красивого цвета. Толстовку можно надеть под зимнюю куртку. Вы, наверное, заметили сейчас такой тренд. Капюшон толстовки вытаскивают из-под куртки, чтобы в любой момент можно было его накинуть и согреться. Стоила 1000 рублей. Собственно, поэтому я ее заказала. Теплая. Тут флиз внутри. Вот этот замочек с золотом желтым. Зачем? За что? Ай, так-то все прикольно. Ну, допустим, видите, какая-то минималистичная футболка? Мне вот она, конечно, хотелось бы что-то вот по типу такого. Вообще приятная толстовка, но видно, что она стоит недорого. Я люблю смотреть по отзывам. Если много отзывов, то я обязательно возьму эту вещь, если они, естественно, хорошие. Надежда меня порадовать своей хлопковостью. Это джинсовка, которая похожа на то, что есть на сайте. А, возможно, даже одно и то же. Это такая рваная джинсовка. Я ее сейчас надену, чтобы сразу же понимать, что тут происходит. Ой, ну прикольная. Джинсовка прикольная. Ну и джинсовочка не останется без моего внимания. Такая чисто девчачья вещь. Ну и с нотками рок-н-ролла. Вот, такие вот у меня были покупки с сайта Joom. Сейчас я это все буду примерять, вставлять вставками вам в видео, чтобы вы смотрели сразу же, как это смотрится на мне. В целом, платформа Joom мне очень нравится. Я хочу оттуда заказать еще много чего для декора дома. Я безумно люблю заказывать что-то для дома. Эти вещи я ждала 2-3 недели. Я хотела бы смотреть, как работает эта платформа, стоит ли там заказывать какие-то более дорогие вещи, потому что для декора есть вещи, которые стоят намного дороже. По вещам сразу же все понятно, и сроки доставки, и то, какие вещи приходят. Вещи приходят добротные, но есть некоторые нюансы и исключения. Конечно, нужно все подбирать по продавцам, выбирать честных продавцов. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комменты, если хотите видео в косметика с Китая, или пишите и декор с Китая. Я очень хочу заказать какой-нибудь декор и показать вам. Но все эти вещи я оставлю ссылки внизу в описании. Я буду продолжать готовиться к Новому году, а с вами мы увидимся в следующих видео. Пока-пока, до скорых встреч. С вами была Дарики. С вами была Дарики. Субтитры сделал DimaTorzok